Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин В 1857 году советская экспедиция впервые достигла Южного геомагнитного полюса Земли. В 1935 году Триумфальная площадь в Москве переименовывается в Площадь Маяковского. В 1899 году основан футбольный клуб «Милан». В 2017 году подписано постановление об изменениях в правилах дорожного движения. В этот день в разные годы родились такие известные люди, как советский военачальник, генерал армии, герой Советского Союза Николай Ватутин и советская журналистка, друг и литературный секретарь Сергея Есенина Галина Пенеславская. Далее нашу программу продолжит музыка. Не переключайтесь. Метель укрыла белой шубой, леса, дороги и мосты. Вы королевой белокурой, в мои укутывались сны. Я пел вам лучшие романсы, я ждал в ответ хотя бы вздох. Луна и ночь кружились в танце, мой облегчает монолог. И пальцы с пальцами сплетались, и становились горячи. И мы задуть уже боялись огонь единственной свечи. А вдруг сейчас в моих объятиях волос растает снежный дым. И буду утром вспоминать я о вас, оставшись здесь один, королева зима. Я придумал вам имя, королева зима. Не сравнить вас с другими буду век умолять. Дайте каплю тепла, обогрейте меня, королева зима. Земля качнулась под ногами, нас понесла в ночной полет. Вот ошалелыми губами топлю я белый кожи лед. От взгляда синего пьяни и больше медлить не могу. Я все равно вас обогрею, пока земля лежит в снегу. Королева зима, я придумал вам имя, королева зима. Не сравнить вас с другими буду век умолять. Дайте каплю тепла, обогрейте меня, королева зима. Королева зима, я придумал вам имя, королева зима. Не сравнить вас с другими буду век умолять. Дайте каплю тепла, обогрейте меня, королева зима. Продолжаем программу «Республика». Тысяча россиян находятся в эти дни на Донбассе и выполняют задания верховного главнокомандующего. Наши бойцы отстаивают и очищают от националистических украинских формирований территорию двух новых субъектов Российской Федерации. Спустя два месяца после начала СВО на фронт вместе с земляками отправился казак Баталпашинского отдельского общества, житель поселка Кавказского Антон Шерстнев. Рассказывает Руфина Ковалева. После службы в армии в 712-м учебном батальоне в городе Камышине Антон Шерстнев служил по контракту в кинологической службе в Чечне, разминировал дороги и объекты инфраструктуры в Ханкале, был награжден государственными медалями за воинскую доблесть и за службу на Кавказе. На тот момент, когда Антон принял решение отправиться на Донбасс, линия фронта была не столь обширна, как сегодня, и необходимости в дополнительном человеческом резерве особо не было. Но молодой человек вновь решил надеть военную форму и выполнить свой гражданский и воинский долг. С первого дня спецоперации я тщательно следил за новостями, наблюдал за ситуацией на фронте и всем сердцем болел за наших ребят, находящихся за ленточкой, рассказывает боец. Началось СВО. Для меня это обозначало то, что если мы не туда пойдем, они придут сюда. Если бы они сюда пришли, столько разрушений было, столько просто ужас. Просто люди это не понимают некоторые. Они бы пришли, начали бы с Белгорода, потом бы до Ростова добрались, гасили бы там артиллерию. Если бы американцы пустили бомбардировщики, вот как Югославию, вот такое же было бы здесь. И все говорят, ну была бы война здесь, я бы воевал. Но раз ты так говоришь, если бы война здесь началась, ты бы убежал. В ту же Грузию. Надо вопрос решать там. Ну вот же началась эта буча. Мне обидно стало за наших солдат. Они этого не делали, я в 100% в этом уверен. И решил все увидеть своими глазами и помочь Родине. А куда деваться, она одна. Ее любить надо. Пошел в военкомат, как раз собирали казачий батальон. Получается 11-й Барс. Как мы уже говорили, участник специальной военной операции Антон Шерстнев 7 лет служил по контракту в Чечне и имеет опыт. Но на Донбассе боевые действия совершенно другого уровня. Новое вооружение, современная электронная техника. Молодой человек рассказал, как проходила подготовка бойцов. Ну вот поехали мы в Персиановку сначала. И где-то мы там, ну с недельку максимум были. Чуть постреляли, походили, поучили. Я везде ходил. И к снайперам, и к медикам, и к минометчикам, разведчики. Ну чтобы знать хоть примерно. Потом с Персиановки нас привезли на Красную Поляну. Ну там получается как ротация. Там мы где-то с неделю были, пока вот это все поменялось. Узнали куда ехать. Вот мы на Красной Поляне. Там местные очень радовались, что казаки приехали. Мы там картошку бабушкам сажали. Детям там пайки раздавали. Там поможем, тут поможем. Ну, о казаках там очень хорошего мнения. Все рады. Там, ну, дело случая. Просто, ну, мне повезло. И вот пацанам просто повезло. В смысле, не попали. Ну, я горжусь, что я попал именно в 11-й барс, именно в 3-ю роту. Там ребята молодцы, очень хорошие. Бабай, Сомелье, Данди, тезка. Вот тезка как раз, ну, мы вместе с ним как в паре были. Ну, в плане спину прикрыть, оттащить там, где-то ранят просто. Ну, чтобы друг другу помогали, чтобы знали, что делать. Участник специальной военной операции Антон Шерстнев рассказал также, насколько важно для бойцов на передовой чувствовать моральную поддержку земляков и родных. Скажи, пожалуйста, а вот в таких условиях важно знать то, что твои близкие и твои сограждане тебя поддерживают. Это подогревает как-то? Конечно. Ты представляешь, когда письма детские привезли. Плакать хочется. В смысле, и желание появляется идти дальше. Молодцы. Поддержка была очень хорошая. И гуманитарку тоже собирали люди, мы себя отправляли. Мы жили там одной семьей. Делились, кушали вместе. Готовили, бывало вместе. Тем ребятам, которые в раздумьях, посоветуют найти себе мужество и пойти, в смысле, защищать Родину. Это уже получается Россия. Не надо об этом задуматься. Уже, по сути, война в России, надо людям помочь. Они от этих украинцев настрадали. Они их за людей не считали. Если бы мы не зашли, они бы в рабы превратили. Война всегда показывает людей без масок. Эмоции порой выходят через край, рассказывает наш земляк. Но даже когда кажется, что силы на исходе, важно при любых обстоятельствах оставаться человеком. В январе Антон Шерстнев вновь возвращается на фронт. Участник спецоперации надеется встретить День Победы над украинским нацизмом там, на Донбассе, вместе с его жителями, которые ждут этого события уже больше 14 лет. День Победы над украинским нацизмом там, на Донбассе, День Победы над украинским нацизмом там, на Донбассе, А может мы, а может нас. Комбат, батяня, батяня, комбат, ты сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты, танки горят, так бьет, йо-комбат, йо-комбат. Комбат, батяня, батяня, комбат, за нами Россия, Москва и Арбат. Огонь, батарея, огонь, батальон, комбат йо-командует он. Огонь, батарея, огонь, батальон, огонь, 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 и я. А на войне, как на войне, солдаты видят мамку во сне. А на войне, да то оно, а все серьезней, чем в кино. Да война, 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 дурная тетка стерва она. Эх, война, война идет, а пацана девчонка ждет. Комбат, батяня, батяня, комбат, Ты сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты, и танки горят, Так бьет, йо-комбат, йо-комбат. Комбат, батяня, батяня, комбат, За нами Россия, Москва и Арбат. Огонь, батарея, огонь, батальон, Комбат, йо-командует он. Комбат, батяня, батяня, комбат, Ты сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты, и танки горят, Так бьет, йо-комбат, йо-комбат. Комбат, батяня, батяня, комбат, За нами Россия, Москва и Арбат. Огонь, батарея, огонь, батальон, Комбат, йо-командует он. Продолжаем программу «Республика». В 2022 году по поручению президента Российской Федерации в стране продолжается работа по капитальному ремонту общежитий при федеральных государственных вузах. Стоит отметить, что проект по капитальному ремонту общежитий входит в народную программу «Единой России». Подробности в следующем материале. В настоящее время в регионах, в том числе и Карачаево-Черкесии, проводится большая работа по капитальному ремонту общежитий вузов. Пресс-секретарь Карачаево-Черкесского регионального отделения партии «Единой России» Фатима Мидова сообщил, что наша республика активно включилась в этот процесс. Это стало одним из ключевых направлений народной программы, так как во время ее подготовки просьба о реставрации общежития от преподавателей и студентов звучала чаще всего. На сегодняшний день многие из обозначенных проблем уже решены, добавила Мидова. Это программа по капитальному ремонту студенческих общежитий в высших учебных заведениях. Как она родилась, как это все направление появилось. В прошлом году, во время подготовки предвыборной программы на выборах в Госдуму, кандидаты, депутаты, представители от партии встречались с коллективами высших учебных заведений, с преподавателями и студентами. И на этих встречах как раз очень много вопросов звучало по состоянию текущему студенческих общежитий, что они требуют ремонта. И вот это направление вошло в народную программу партии, с которой как раз «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму, стала одним из главных пунктов и как раз началась реализация этого проекта. По народной программе партии «Единая Россия», главная цель которой – сделать условия студентов комфортными и безопасными, всего будет отремонтировано 357 общежитий и участвуют в ней 238 вузов страны. Среди них два вуза Корчаво-Черкесия, Северокавказская государственная академия в городе Черкесске и Корчаво-Черкесский государственный университет имени Умара Льева в городе Карачавске. В нашей республике в программе принимают участие два вуза – это Северокавказская государственная академия, здесь проходит ремонт общежития, корпус-1 общежития на улице Даватора и Корчаво-Черкесский государственный университет имени Умара Льева. Они подали заявку на реконструкцию двух корпусов общежития, и вот как раз в прошлом году первый корпус уже закончили, в этом году завершается во втором корпусе. Что касается самих ремонтных работ, в Северокавказской государственной академии не так давно они своими силами отремонтировали блоки, в которых проживают студенты, поэтому выделенные средства по программе они решили направить на ремонт и реконструкцию общих зон пользований. Это лестничные пролеты, рекреации, помещения на этажах. Сейчас идет ремонт, по программе они должны закончить до Нового года, но вот сами этажи, рекреации, помещения на этажах, входная группа. Полностью, да, заменяют электропроводку в коридорах, где есть, ну там выходят окна, окна заменяются полностью, ремонт косметический, лестничные пролеты, все это. Снаружи они будут менять входную группу, это крыльцо, двери, делать там пандус для людей с ограниченными возможностями здоровья. Там проживает, по-моему, порядка 700 студентов, из них большая часть иностранные студенты. В регионе созданы мониторинговые группы, куда вошли депутаты от партии, руководство вузов, сами студенты, проживающие в общежитиях. Главная задача, которая стоит перед активом партии в регионах, это контролировать то, как реализуется народная программа. С этой целью все лето такие мониторинговые группы выезжали на объект и смотрели на какой стадии ремонт или строительство. Задача мониторинговой группы проследить, чтобы все работы завершились в установленные сроки и были реализованы качественно и в полном объеме, напомнила Фатима Медова. Здесь программа предусматривает не разовое участие, они могут заявки подавать и каждый год принимать участие в течение трех лет, пока действует программа. Допустим, сейчас они подали на этот объем работы, его выполнили, если все успешно в сроки уложились, финансирование как бы правильно использовали, то в следующем году тоже подают заявку и вероятность того, что они выиграют, если все нормально прошло в этом году, большая. Пока действует программа, не ограничено участие. Допустим, если один год вы получили финансирование, это не значит, что второй год не можете. Ремонт в Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева в городе Карачаевска также начался. Ход строительных работ контролируют представители «Единая Россия». У студентов общежития появятся все условия, им гораздо приятнее будет находиться в общежитии, рассказывает пресс-секретарь Карачаево-Черкесского регионального отделения партии «Единая Россия» Фатима Медова. Тут еще основной объем работы они проводили летом, пока студенты находятся на каникулах. И как раз здание же там семиэтажное, если не ошибаюсь, и вот они по мере сдачи этажей уже студенты заселяются обратно. Народная программа партии – это живой документ, который может дополняться и изменяться под новое реалии. Жители регионов продолжают вносить свои же идеи в главный документ «Единой России» и уже подготовлено несколько новых предложений. В нее также включена программа капремонта колледжей и техникумов. Каждый новый пункт народной программы партии получит финансирование. Таким образом, большое внимание будет уделено вопросам ремонта общежитий средних специальных учебных заведений. Пока в рамках программы входят только студенческие общежития в высших учебных заведениях, но в этом году были внесены изменения, и общежития СУЗов тоже будут ремонтироваться. У нас участвуют государственные ВУЗы, это как раз ВУЗы подведомственные Министерства образования или просвещения. Для участия в программе ВУЗ сам должен подать заявку. В этом году «Единая Россия» также добилась дополнительного финансирования этой программы. В прошлом году сами ВУЗы участвовали в программе Министерства образования и науки. Там было просто немножко меньше цифры выделялись. И вот мы также добились, ну партия инициировала дополнительное финансирование. И ежегодно в течение следующих трех лет на ремонт общежитий будет выделяться по 3 миллиарда рублей из федерального бюджета, что позволит отремонтировать порядка 300 тысяч квадратных метров общежитий. Многие студенческие общежития нуждаются в существенной реконструкции. Напомню, по инициативе «Единой России» из федерального бюджета на строительство и ремонт студенческих общежитий выделено по 3 миллиарда рублей ежегодно до 2024 года включительно. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА